Ватикан Здесь, на этом холме, раньше рос горький не очень вкусный виноград. Когда люди его ели, они испытывали галлюцинации. Так появилось слово, которое означало «пророческие видения». С Древнего Рима это место было Ватиканом. Второй царь Рима, Нума Помпилии, а их всего в Риме было семь, видел пророческие сны. При правлении этого царя в календарь к десяти месяцам были добавлены еще два месяца – январь и февраль. Сейчас мы редко задумываемся, почему они так называются. Месяц январь был назван в честь римского бога времени Януса. Его обычно изображали в виде мужской головы с двумя лицами. Он как бы говорит нам – одно время уходит, другое приходит. Именно этот царь, Нума Помпилий, увидев пророческий сон, предсказал, что Новый год должен начинаться 1 января. А до этого римляне считали, что Новый год должен приходить с началом весны. Это предсказание сбылось почти через 670 лет, когда Юлий Цезарь в 46 году до н.э. объявил 1 января началом года. В новогоднюю ночь, поднимая бокалы с шампанским, мы провожаем Старый год и приветствуем Новый, тем самым отдавая дань римскому богу времени Янусу. А месяц февраль назван в честь бога царства мертвых Фебриуса. Долгим и успешным было правление этого царя. Он сделал очень много для Рима. Ни один человек не уходил из дома Нумы без доброго совета и помощи, если нуждался в них. Так, при правлении мудрого царя этот хон был назван священным. И до сих пор это место сохранило свое значение. Но теперь это уже отдельное маленькое государство – Ватикан. А вот Каллигула решил построить цирк на священном холме, но не дожил до конца строительства, умер. Цирк достроил уже император Нерон. Именно здесь обвинили христиан в поджоге Рима. На арене этого цирка были жестоко замучены первые христиане Рима, и именно здесь принял смерть апостол Петр, чьим именем и названа главная базилика Ватикана. Базилика святого Петра построена на могиле апостола Петра. Она находится прямо под главным алтарем. Каждый, кто приходит в базилику, может спуститься туда. Археологические раскопки показали, что базилика была построена на кладбище I века н.э. При слове «кладбище» у многих невольно пробегают мурашки по телу и мелькают сцены из фильмов ужасов. Но здесь на самом деле был некрополь, а сейчас на этом месте стоит базилика. Мы находимся на Веа де ла Кончеляционе, в переводе улица Примирения. Эта прямая улица протяженностью 500 метров была перепланирована в Риме во времена Муссолини. Для очистки дороги все средневековые здания были снесены. Этот квартал называли Хребтом Боргу. А вот макет, который находится в Палаццо Браски. Он как раз помогает нам представить, как это было. Эта улица объединяет город Семихолмов Рим с Ватиканом. А вообще я советую всем пройти по этой улице. Это путь очищения, который каждый христианин должен пройти перед тем, как приблизиться к святому храму. Прогуливаясь по улице Боргопия, которая находится рядом с площадью Святого Петра, в доме номер 27 на углу переулка Компанили, можно заметить круглую форму, встроенную в стену. Эта форма напоминает форму круглого хлеба. Говорят, что когда в Риме был голод и не хватало муки, местные пекари уменьшили размер хлеба для продажи, но сохранили при этом ту же цену, чем римляне были очень недовольны. В этот момент мешался папа. Тут я вам точно сказать не могу, в каком году это было. Информация очень расплывчатая, но история правдоподобная. Папа приказал поместить этот диск в стену дома, чтобы все буханки имели этот размер. Так успокоил народ и избежал рыночной спекуляции. Это еще одна из моих любимых улиц. Сейчас здесь тихо, а когда были туристы, здесь всегда царила незабываемая атмосфера. Звучала живая музыка, стояли столики на улице. Посмотрите, дома, увитые плющом. Милая и уютная обстановка рядом с собором Святого Петра. Хочу обратить ваше внимание на стену, которая отходит от собора Святого Петра в сторону замка Святого Ангела. Это Пассету, такой своеобразный коридор. Им неоднократно пользовались папы римские, когда были в опасности. Они из собора Святого Петра перебегали в замок Святого Ангела, который стал защитной крепостью. Через него папа Александр VI смог бежать, когда французские войска вошли в Рим, и Климент VII в 1527 году, когда войска Карла V напали на Рим. Неизвестно, на сколько времени папа должен оставаться там, но на этот случай в дальнейшем уже были сделаны залы, спальни, и все это было украшено фресками. Напомню то, что сейчас мы называем замком Святого Ангела, изначально была усыпальница императора Адриана. Вот так усыпальница превратилась в папскую крепость. Многие из вас знают, что Ватикан охраняет швейцарская гвардия. Она была создана по распоряжению папы римского Юлия II. Этот папа известен как один из самых воинственных пап, который все время воевал. А также имя этого папы тесно связано с великими творцами, такими как Рафаэль и Микеланджело. У меня на канале есть несколько видео про Сикстинскую капеллу. Так там Микеланджело работал именно во время правления папы Юлия II. Посмотрите, очень интересно. Выбор самого воинственного папы Юлия II не случайно пал именно на швейцарских солдат. В это время они защищали королей. Швейцарские солдаты славились храбростью, бесстрашием и верностью. Именно поэтому папа Юлий II решил взять этих солдат для службы в личную гвардию. И уже 22 января 1506 года в Ватикан прибыли 150 гвардейцев. Так и была создана швейцарская гвардия Ватикана. Когда же речь заходит о униформе гвардейцев, то обычно говорят, что она была создана по эскизам Микеланджело Буонаротти. Кто знает, правда это или всего лишь просто красивая легенда? Единственный бой швейцарской гвардии Ватикана был в мае 1527 года, во время разграбления Рима войсками Карла V. Когда к Риму приближалась армия Карла V, папа Римский приказал населению готовиться к защите города. На его призыв откликнулись несколько тысяч граждан, которым предстояло сразиться с сильной армией. Они растянулись по городским стенам, из оружия у них было несколько старых пушек. А в Ватикане находилось 189 гвардейцев, которые охраняли папу Климента VII. Шла политическая игра, и вроде бы пришли к договоренности. Папа молился в базилике, а в это время произошел выстрел. Ранним утром 6 мая пуля сразила Бурбона. Обвинили в этом итальянского художника и музыканта Бенвенуто Челлини, который выбрал мишень и решил потренироваться в стрельбе, но попал в главного военачальника. Тут армия превратилась в жестокую араву и ворвалась в собор Святого Петра. Швейцарцы храбро охраняли папу Римского и погибали один за другим, но обеспечили Клименту VII бегство по тайному коридору. На плечи папы была накинута мантия, чтобы скрыть одежду, и папу быстро сопроводили к узкому коридору, который соединял собор Святого Петра и замок Святого Ангела. За папой в Пасетту успели забежать несколько гвардейцев, остальные своими телами закрывали вход. И когда все были убиты, по окровавленным телам жестокая армия ворвалась в Пасетту. Но было уже поздно. Папа Климент VII успел добежать до замка Святого Ангела, и за ним закрыли железную дверь. Замок Святого Ангела был неприступной крепостью. Так швейцарские гвардейцы ценой своей жизни спасли жизнь папе. Их тела были похоронены в Ватикане. Теперь вновь поступившие в армию гвардейцы принимают присягу именно 6 мая. Сегодня швейцарскую гвардию часто называют визитной карточкой Ватикана. Они участвуют в торжественных церемониях, парадах. Но их основная задача по-прежнему остается охранять папу римского. Мы обошли замок Святого Ангела со всех сторон. За все время своего существования он успел побывать усыпальницей. После того, как она была разграблена и прах императора был развеян по ветру, усыпальница стала крепостью, затем тюрьмой, казармой, военным складом и роскошной папской резиденцией. А сейчас в замке Святого Ангела часто проводят выставки, и он является Национальным музеем Вечного Города. Большая реставрация прошла здесь при правлении папы Александра VI Борджия в 15 веке. Именно при нем были созданы замечательные фрески, которые украшают залы. Это тот самый скандальный папа Александра VI Борджия, про которого в наше время снято много фильмов. Распущенный и влиятельный папа. Его годы правления были отмечены многочисленными интригами и скандалами. Ему приписывали банкеты с куртизанками, что он был многодетным отцом. При нем была продажа индульгенций, то есть отпущение грехов, так пополнялась казна Ватикана. У него была репутация отравителя, и он по ошибке умер от собственного яда, который предназначался другим. Но сейчас многие защищают его, говоря о том, что тогда было время такое распущенное, да и врагов у папы было много, поэтому и жизнь его обросла сплетнями и вымыслами. Папа Александр VI похоронен в церкви недалеко от Кампо де Фиори, в церкви Санта-Мария де Монсеррато. Там находятся две гробницы. Гробница папы Александра VI и гробница папы Калиста III. Калист III приходится Александру VI у дядей. Но тут тоже спорный вопрос. Может быть, даже и отцом. Мы находимся на мосту Святого Ангела. Первый мост был построен одновременно с усыпальницей при императоре Адриане в 134 году и был назван мостом Эллио. По этому мосту с IV века. Ведь именно в это время была построена первая базилика на могиле апостола Петра. Паломники шли в собор Святого Петра. Мост стали называть мостом Святого Петра. В VI веке в Риме была эпидемия чумы. Проезжая однажды по этому мосту, папа Григорий Великий увидел на его вершине ангела. Он вкладывал в ножны меч. Это было принято как знак окончания бедствия. После этого крепость стала называться Замком Святого Ангела, а ведущий к нему мост переименовали в Понте Сантанджело – мост Святого Ангела. Это сейчас мы видим красивый мост, где туристы всегда стараются сфотографироваться на память. Но и этот мост повидал на своем веку. В XV веке на нем вывешивали трупы казненных преступников. 18 тел висело на мосту, по 9 с каждой стороны. Идея запугать народ так понравилась, что в XVI веке на мосту стали вывешивать и отрубленные головы. Зрелище было не из приятных. Да и запах тоже. Страшные времена были в Риме. В XVII веке скульптором Джан Лоренцо Бернини и его учениками мост был украшен ангелами. Каждый ангел держит один из символов страстей Господних. С этого места хорошо видно две большие скульптуры по бокам моста. Это апостолы Петр и Павел. Они встречают паломников и нас с вами и сопровождают из мирской жизни в божественную. Пройдя по этому мосту, а потом по улице Примирения, мы попадаем к собору Святого Петра. Слово понте в переводе с итальянского – мост. Понтификом называют Папу Римского, который служит мостом между людьми и Богом. Последние две недели в Риме очень плохая погода. Почти целый день идет дождь. Мне очень жаль, что видео получилось серым и непривычным для Рима. Но и здесь бывают дождливые дни. Чтобы немного добавить красок в видео, зайду на рынок Ampo de Fiori. Там всегда цветы и красиво в любую погоду. А я на этом буду прощаться с вами. Спасибо вам за комментарии, лайки и что делитесь видео с друзьями. Рим уже готов к Рождеству. И, наверное, в следующем видео подробно покажу рождественские елки и украшенные улицы. До новых видео, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok